Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, сегодня Святая Православная Церковь отмечает День Воссоединения Униантов Блона Матери Церкви. 25 февраля 1839 года на Полоцком Соборе произошел вот этот акт соборный, когда многие приходы, священники, паства, они подписали в лице епископов вот этот акт о переходе в Лона Православной Церкви, о Воссоединении. 243 года на наших землях продолжался этот период Унии. И в результате этого акта, который был подписан на Полоцком Соборе, около 1600 православных приходов, около 1600 больше даже христиан, они воссоединились с Матерью Церковью. Конечно, это исторический был день, и в первое воскресенье после 25 февраля Православная Церковь отмечает вот это вот событие, и об этом мы сегодня молились за Божественной Туркии, поминали тех, кто пострадал вот в эти годы в Унии. И сейчас за Панихидой мы также будем совершать молитвы о покоении митрополита Осипа Симашко, который сыграл исключительную роль вот в этом событии. Это человек кристальной чистоты, и он не только предложил вот этот вот план воссоединения императору, но и он после подписания его еще долгие годы способствовал, чтобы вот это совершилось безболезненно, без, скажем так, вот каких-то смут. И, конечно же, для нас это событие исключительной важности. Народ стал духовно единым, и вот это один из поворотных таких пунктов для народа Белой Руси. Поэтому сегодня за Панихидой, у кого есть такая вот возможность, спрошу вас остаться, мы совершим молитвенное упоминание митрополита Иосифа, его сподвижников, и тех, кто пострадал в годы в Унии. Сегодня, братья и сестры, у нас загорание на мясо, впереди у нас масличная седмица, но хочу напомнить, что уже со вторника вечера будет совершаться Великопостная служба, уже будет молитва Ефрема Сирина в четверг вечером, и у нас в среднюю пятницу не будет божественной тульки. Поэтому имейте эту беду, если кто-то собирается подать обедню за покой души, причаститься. Также, братья и сестры, сегодня всех вас сердечно приветствую с воскресным днём, особенно поздравляю причастников с принятием святых висковых тайн, да послужат они вам во исцеление души и тела, во оставление грехов ваших в жизни вечной. Сейчас, конечно же, все понимают, что непростое время, все мы переживаем, сердца наши скорбят, и по благословлению митрополита Вениамина, подряшивая за арка всей Беларуси, уже, наверное, опубликована вот эта вот молитва для келейного домашнего чтения преподобного Силуана Афонского о мире, о преодолении того, что сейчас происходит на Украине. Поэтому, братья и сестры, прошу вас найти эту молитву, выписать её и добавить в своё молитвенное правило это молитва, которая благословил наш экзарг, и наш долг совершать эту молитву вот в этот непростой период. Всем вам, братья и сестры, Божьи помощи, ангелы, хранители на предстоящий день, сейчас мы будем совершать панихиду, а поблагодарим Господа, молитвы благодарственные совершим после панихиды. Те, кто не остаётся, можно будет подойти, и мы на вашу благоу возложим крест. Ещё раз ангелы, хранители, Божьи помощи на предыдущих цели. Песня. 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 Звучит. Песня. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует...